Проклятие третьей книги преследует меня. Уже второй год подряд, как только на улице наступают холода и становится мрачно, в книжных магазинах появляется она. Третья книга автора, который мне нравится. И все катится в тартарары, стоит купить ее и начать читать. Именно она, именно третья книга автора, который мне нравится. Всем бонжурки, меня зовут Полина, с вами читалочка и... Мариша, Мариша, зачем ты это сделала? Проснись никогда третья работа Мариши Пессел, которую я так полюбила, за ее необычный слог, за наличие деталей, за наличие невероятного затекста. И где все это теперь? Проснись никогда, очевидно, тоньше двух предыдущих работ автора. Шрифт в ней также крупнее. Книгу временами называли то Ян Кадалтом, то взрослым Ян Кадалтом. Сама Мариша Пессел говорила о том, что эта книга для всех. И я поступлю, наверное, еще более на боковские и скажу, что эта книга не для кого. И сейчас объясню, почему. Итак, в романе про Сниз никогда следующий сюжет. У нас есть шесть друзей, и все они такие клевые, и один из них даже гений. И все бы было хорошо, но один из них умирает. Главная героиня страдает. Ее зовут Беатрис, а вот ее парня, того самого гения, музыканта, композитора, на все руки мастера зовут Джим. Он погибает при довольно странных обстоятельствах, а друзья оказываются кидалами. Или кидалой оказывается Беатрис. Ну, не суть. Проще говоря, они перестают общаться именно когда Джим погибает. И в один прекрасный день наша серая мышка Беатрис решает. Все, enough. Достаточно, пора вылазить из своей норки. И по прекрасному стечению обстоятельств у ее некогда лучшей подруги именно в этот день, день рождения. Она приглашает Беатрис к себе на праздник. Ну, и Беатрис решает, что да, пора встретиться. Она приходит ко своим друзьям. Затем неловкая встреча, тыры-пыры. И, в общем-то, они все отправляются в клуб, где, по традиции, судя по всему, всех взрослых, ну, мнение всех взрослых, они нажираются там в слюни и садятся за руль в нетрезвом состоянии. И, бам, авария. Все плохо. Однако все ребята просыпаются уже в новой главе и понимают, что они все живы и все хорошо. Возникает диссонанс. Диссонанс. Но есть один подвох. Они просыпаются и все внезапно понимают, что они Билл Мюррей. И вот я динсунка. Ну, в плане они проснулись не на следующий день, а в неком закольцованном промежутке времени и пространства, который называется никогда. Это некий такой промежуток между жизнью и смертью, но дальше больше. Все это звучит круто, и тут бы Мариша Пессел, как большой поклоннице Набокова, раскрутить этот хронотоп и просто воспользоваться всеми своими размышлениями по поводу метафизики, пространства и времени. Но нет. Этого не будет. Не ждите. Все это никогда с этими словами по поводу пространства и времени, к сожалению, очень плохая декорация. И вы не представляете, как мне больно об этом говорить. Потому что я отчасти испытываю некую ответственность за то, что подсадило многих из вас на этого автора. Мне кажется, это мой косяк. Все-таки. Или наоборот плюс. Пятеро друзей ничего не понимают, и тут внезапно на их пороге появляется очень странный мужик. Который им сообщает, мол, так и так, пардон, пацаны, но вы все мертвы. И все это тоже вроде бы уже где-то было, так что эффект Шьямалана, к сожалению, тут не работает. И этот хранитель сообщает им, мол, ребят, вы должны определить, кто из вас должен остаться в живых, а остаться должен только один. Решать все это вы будете не с помощью мечей и магии, а с помощью голосования. И голосование будет честным и демократическим. Все это звучит чертовски круто. И тут, казалось бы, сейчас мы увидим, как персонажи раскрываются, как эмоционально они будут вскрываться, строить интриги, пытаться друг друга зачмырить. Но опять нет. Нет. Черт подери. Господи. Почему? Зачем? Мариша. Ну как нет? Нет. Точнее, это есть. Но вот совсем, совсем, как говорится, на донышке. И это настолько на донышке, что я не буду об этом рассказывать в сюжете, а перенесу это в раздел о персонажах. Но не волнуйтесь, спойлеры вы не услышите, если не хотите их слышать, так как в этом ролике появится чуть повзрослевший монстр спойлер. Я напоминаю, если вы впервые на канале, то имейте в виду, когда появится это чудовище, то вы имеете право заглушить звук, подождать секунд там 10-20, как правило, спойлеры дольше не длятся, и вновь, когда он исчезнет, включить звук. И таким образом вы сбережете свое сознание от спойлеров. Так вот, вернемся к сюжету. Наши персонажи забивают на все хер. Кто-то из них просто бегает заниматься своими делами, кто-то ездит в университет, потому что любит учиться. И все, они просто ничего не делают, они сидят в этом никогда. Можно понять, потому что, наверное, любой человек, оказавшись в подобной ситуации, не начнет сразу выкручивать свои лучшие качества на максимум, чтобы таким образом убедить своих некогда товарищей выбрать именно его, чтобы остаться в живых. И да, очень расхожее мнение. Многие, кто уже читали эту книгу, так же, как и я, соглашаются во мнении, что нечто вроде Яны Вагнер и ее романа «Кто не спрятался» хотелось бы увидеть от Мариши Песл, но опять нет, этого тоже не произойдет. Не ждите, все будет плохо. Экстрасенсорные способности, мне кажется, все будет плохо. Хотя кому-то эта книга, безусловно, и нравится. Хочу еще отметить, сколько вопросов остается висеть в воздухе? Что такое все-таки «это никогда»? Кем в этом «никогда» является хранитель? Это бог? Это ангел? Это дьявол? Чья это метафора вообще? Как все-таки в итоге погиб Джим? Почему все эти люди перестали общаться, хотя, казалось бы, друзья, наоборот, должны поддерживать друг друга в ситуации потери? Все эти вопросы остаются висеть в воздухе. Главный вопрос, который висит лично у меня, прям вот на кончике носа, заключается в следующем. А давно ли вообще персонажей Робоципа научились изображать буквами? Потому что герои не то чтобы пластиковые, они пластилиновые, они никакие. Главная героиня серая мышь, она скучная, она неинтересная, ты ей не сопереживаешь вообще, ты не успеваешь с ней познакомиться, и я боюсь, это косяк именно объема книги. И вспомните, например, Синь Ван Мэйер из некоторых вопросов теории катастроф. Это та девушка, которую лично я считаю адой нового поколения. Но вот Беатрис, даже несмотря на все приятные отсылки к Данте, нет. Остальные друзья Беатрис тоже, к сожалению, являются пластилиновыми, они тоже всего лишь декорации для непонятно каких мыслей, которые Мариша, видимо, пыталась вложить в эту книгу, но я настолько старая зануда, что не увидела их. Они, конечно, наделены какими-то отличительными чертами, но, к сожалению, их не запоминаешь вообще. Единственный персонаж, помимо главной героини и Джима, о котором мы с вами все равно хоть что-то доузнаем, это была Марта, я ее сумела нарисовать своим воображением и то, я думаю, что это связано с финалом книги. И вот сейчас появится монстра спойлер, так что скорее бегите обратно к ноутбуку, если вы не рядом, к вашему компьютеру и выключайте звук, если боитесь услышать спойлер. Да, под конец мы выясняем, кто так или иначе принимал участие в гибели Джима. Но почему-то в финале от этого не возникает какого-то эффекта ВАУ, того же самого эффекта Шхималана. К сожалению, нет. То ли мы такие зажравшиеся читатели, и говоря мы, я в первую очередь имею в виду себя, то ли просто не докручен эффект специфики этих вот этих поворотов, но, к сожалению, нет. Ты с самого начала понимаешь, что каким-то образом будут замешаны все, потому что сам эффект узнавания деталей убийства он отложен, ну, несколько на самую верхнюю полку. Да и к тому же вот этот вот момент по поводу Марты, то, что в конце ее автор делает лесбиянкой тайно влюбленной в главную героиню, этим, как мне кажется, тоже уже никого не удивишь и как-то... Метафизика самой природы выдуманного никогда, к сожалению, тоже безнадежно профукана. Очевидно, автор пытался добиться некого эффекта Набоковского дара, потому что в «Никогда», а в «Проснись никогда» в книге присутствует другая книга, и у нее есть свои поклонники, у нее есть те люди, которые пытаются найти в ней подсказки и чуть ли не предсказания будущего. То есть это некая работа, которая существует в реальности Мариши Песл, от которой фанатеет очень и очень много людей. И внезапно, в какой-то момент, одна книга переселяется в другую, и некоторые персонажи, а вернее один Марта решает, что законы, выдуманные в «Никогда» книги, должны работать в «Самом никогда». Почему это происходит, так и остается непонятно. Просто, просто, просто это работает, и все. Так что, к сожалению, все моменты хронотопа, которые я так ждала от Мариши Песл, когда узнала, что эта книга будет завязана непосредственно на, по сути, путешествиях во времени и некой закольцованности пространства, я этого не увидела. Но это все профуканно, к сожалению, хотя, ну, Мариша тоже поклонится Набокова, я из-за этого ее и люблю отчасти. Но, к сожалению, она не достигла своего пика, вообще никак. Это даже, даже не пик, это первая ступень, которую обычно может предпринимать начинающий автор, а не тот человек, который первой своей книгой написал некоторые вопросы теории катастроф и просто свел меня с ума своим талантом. Выводы. Виновата ли я сама, зажралась ли я, а я зажралась, потому что я являюсь достаточно книжным червем, но у меня складывается ощущение, что Мариша Песл очень сильно торопилась написать эту книгу, как будто она торопилась ее доделать скорее-скорее, лишь бы выдать. И подвох в том, что я не могу говорить, что это Ян Кадалт, это правда не Ян Кадалт. Это могла бы быть очень вкусная фантастика, может быть даже своего рода фэнтези, но, к сожалению, книга не доработана. Я печалюсь. И, к слову, нужно сказать, это не косяк переводчика, нет-нет. Еще летом я прочитала книгу на языке оригинала, но для выхода обзора ждала именно публикации про Снез никогда на русском. На английском языке книга также читается серо и скучно, в ней нет ничего сверхъестественного. То есть сверхъестественное-то есть, но оно не доработано. Никаких тебе виноватых прекрасных виньеток языка. Ничего подобного, книга написана очень просто, и тут у меня возникает вопрос. Мариша, если это был Ян Кадалт? Ну ты что, ты что, ты неужели тоже считаешь подростков за каких-то глупиков, которые не смогут разобраться в твоих текстах? Не надо так делать было. Подростки достаточно умные ребята. Поверь мне! Поверь! Плиз! Может быть, конечно, это и правда проклятие третьей книги, потому что именно такая же история у меня в прошлом году приключилась с голосами Памана Жаумы Кабре. Эта книга тоже не произвела на меня никакого впечатления, и также стоит отметить, что она была третьей изданной на русском у нас в России. И еще, когда я читала книгу летом в оригинале, я постоянно находилась в состоянии «да ну не!» «Да ну не!» «Да ну не!» Я надеялась, что когда я буду читать ее на русском, я четко сумею разделить книгу на плюсы, на минусы, как я это люблю делать, но, к сожалению, плюсов в книге совершенно я не нашла. Если вы также уже прочитали эту работу, то обязательно напишите в комментариях, чем она понравилась вам. Я с удовольствием выслушаю чужую точку зрения и попробую обратить свое внимание на те возможные плюсы, на которые я могла просто закрыть глаза из-за общего негативного настроя к «Проснись никогда». Заставляет ли книга задуматься? Еще один очень важный момент. Меня она заставила задуматься о том, почему же я все-таки не люблю современную фантастику, а, к слову, «Проснись никогда» именно на полку этого жанра и можно отправить. Тут вам и странные мужики, и путешествия во времени, и нарушение каких-то пространственно-временных континуумов. Но это все тоже уже где-то было. Потому что авторы торопятся, авторы торопятся. Ну, посиди ты на Роллтоне, поголодай, не гонись за гонораром, но заверши свой мир, чтобы он был идеален, чтобы у читателей не возникало никаких вопросов о том, что ты там пор... вертел. Ты же творец, а не подрядчик, который путает йогурты и звездку. На этом у меня все. Обязательно пишите в комментариях, понравилась ли вам эта работа, как я уже сказала. И, к слову, я абсолютно не рекомендую «Проснись никогда» для первого знакомства с талантом автора. Эту книгу я бы вообще не рекомендовала никому. Не буду просить вас подписываться на канал, лучше смотрите те ролики на канале, которые вы еще наверняка не видели, ну и будем с вами дальше читать вместе хорошие книги, может быть, даже третьи у авторов. Субтитры создавал DimaTorzok